о том, как привлечь новый трафик в бизнес. Отлично, ребят, всех очень рады видеть. Итак, вообще, что же такое трафик и зачем он нужен? На самом деле, это очень серьезная и главная тема, без которой не получится ни запустить бизнес, ни развивать его, и поиском клиентов необходимо заниматься постоянно и всерьез. Иначе, даже если у вас самый крутой продукт или услуга, которую вы упускаете на рынок, но при этом не построена система привлечения, получения и работы с клиентами, соответственно, вы не будете никогда видеть эту прибыль. И сегодня мы будем говорить о простых способах получения клиентов именно в ваш бизнес. Вообще, кто такой клиент? Клиент – это человек, который приносит вам свои деньги. И наша задача сделать так, чтобы он это делал на регулярной основе. И постоянно. Потому что в онлайне, в оффлайне, независимо от того, какой у вас бизнес, необходимо налаживать канал, который подает постоянный приток и поток клиентов в ваш бизнес. Начнем с очень простого и с очень понятного. Допустим, вы решили открыть кафе. Мы сегодня будем основываться на этой теме. Пусть это будет кафе. И ваша задача, как и задача любого начинающего или продолжающего предпринимателя, наладить тот канал в бизнесе, который будет постоянно приводить к вам новых клиентов. Чтобы о вашем кафе узнало как можно больше людей. Чтобы они каждую неделю, в идеале каждый день, заходили к вам и оставляли часть своей зарплаты. Желательно, чтобы эти люди приходили к вам своими ногами достаточно регулярно. Какие существуют каналы трафика, о них сейчас мы поговорим и подробнее разберем несколько из них. Естественно, в первую очередь это вывеска и витрина. Это важная составляющая любого малого бизнеса. И чем привлекательнее ваша вывеска, чем привлекательнее ваша витрина, тем больше она будет приводить к вам новых потенциальных клиентов. Второе. Адресная рассылка. Это как ни крути, а все еще работает в регионах. На самом деле для меня это удивительно, но адресная рассылка, особенно в регионах, постоянно привлекает новых клиентов и списывается счетом. Этот вариант привлечения ваших покупателей вообще не стоит. Скажу сразу, что конверсия такого канала трафика, она очень невысокая, порядка 1,5-2%, но тем не менее, с учетом того, что этот канал трафика практически бесплатный, это очень круто работает. Далее, третий канал трафика – это всевозможные промо-акции. Это участие в выставках, форумах, мероприятиях, промо-материалах, 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 которые раздают буклеты, листовки, дают какие-то пробники, сертификаты на первую покупку. Вот здесь уже конверсия этого канала трафика выше, и она равняется порядка 10%, если вы можете ее отсудить. Вообще, люди очень любят принимать участие в бесплатных дегустациях, получать подарки, иметь возможность рассмотреть продукцию, взять ее в руки, протестировать. Задача любого предпринимателя – придумывать такие акции, чтобы потенциальные клиенты-покупатели вообще не могли пройти мимо. Мы придумываем промо-акции, запоминающиеся вывески, ставим корнеры, ярко и грамотно выставляем товар, обязательно даем в руки материалы для изучения, обязательно должны быть бесплатные экземпляры продукции, чтобы клиенты могли взять их домой. Что самое важное здесь – это во время промо-акции заводить сразу же клиенты в CRM-систему для дальнейшего прогрева, для дальнейшей работы с этим клиентом, потому что задача вообще – участие в любом мероприятии, в любом форуме, в любой выставке, в любой промо-акции, не просто поучаствовать в этом мероприятии, а собрать базу клиентов. Самая распространенная ошибка предпринимателей – это участвовать в мероприятии и совсем не собирать базу. Мне часто говорят, поставьте, кстати, плюс, кто думает также, что вообще мероприятие, выставки – это просто потраченное зря время, которое не приводит к вам клиентов. Поставьте минус, если вы так не думаете. А я пока расскажу, как обычно это происходит. Обычно это происходит так. Вы готовите промо-стойку, ставите пару красивых девочек или встаете сами. Но все зависит, естественно, от бизнеса, от ваших отношений с вашими сотрудниками. Дарите подарок, проводите дегустацию, вы даете на руки листовку и говорите, приходите к нам еще, или называете какой-то адрес, либо канал, по которому клиент должен к вам прийти. И на этом, как правило, все. Что происходит дальше с этой листовкой? Даже если вы подготовили какое-то крутое продающее предложение, которое напечатано на листовке, которое не ведет никуда через систему QR-кодов, например, листовка складывается, кладется в карман и после этого отправляется на мусорку. И забывается. Предприниматель в лучшем случае остается либо с номером телефона потенциального клиента. Это прямо идеальная картина мира. Либо вообще остается ни с чем. Каким образом необходимо вообще работать на мероприятиях? Сначала все то же самое. Ставите стойку, нанимаете или ставите красивых девочек, или работаете самостоятельно. Дарите подарки, проводите дегустацию, вы даете на руки листовку, а выдача начинается с самой интересной. Как делаем это мы? Говорите, отсканируйте QR-код прямо сейчас и получите в подарок, допустим, 300, там, 500, 5000 бонусных рублей. Клиент, если ему понравилось, зашло это предложение, сканирует сразу же при вас QR-код, где он попадает автоматически на ресурс, который предлагает ему получить какой-то бонус в подарок, который он может сразу же реализовать. Выглядит это может вот так. Перед вами страничка градус баринга, это ресторан в Краснодаре. Здесь, в данном случае, ресторан предлагает 300 баллов приветственных сразу же на первый заказ. Таким образом, механика происходит попадание клиента в клиентскую базу. Если клиент нажимает вот на эту голубую кнопочку «Получить», далее, если мобильное приложение у клиента не установлено, то клиенту автоматически предлагается установить мобильное приложение, получить эти бонусные баллы, и в этом внутри мобильном приложении клиент заполняет свои данные, имя, фамилию, номер телефона, дату рождения, а вы, как предприниматель, автоматически получаете клиента в свою CRM-систему. Что это нам дает? Это наращивание потенциальной клиентской базы, с которой можно в дальнейшем очень хорошо, грамотно и долгосрочно работать. Дальше работа будет заключаться в том, что вы через серию поширосылок регулярно прогреваете свою клиентскую базу и доводите ее до покупки. Покажу результат. Вот таким вот образом выглядит административная панель. Если вы посмотрите, то клиенты формируются в виде статистики и клиентской базы. То есть у вас сейчас на страничке вы видите, допустим, Елена Богучина, это один из клиентов фитнес-клуба, которая в какой-то момент зарегистрировалась, она пришла, кстати, по листовке, зарегистрировалась в мобильном приложении, на сегодня она оставила в кассе компании 26 655 рублей. Вот результаты такой промо-акции фитнес-клуба. Посмотрите, обратите внимание, я выделила эти цифры. То есть была запланирована промо-акция, промоутеры пошли с листовками, с продающим предложением. На листовке был сразу же отпечатан специальный QR-код, наводя камеру, на который клиент автоматически попадал в клиентскую базу. Результаты вы видите у себя на экране. То есть по этим листовкам у нас цифровалось 16 клиентов. Мало это или много, это вопрос на самом деле привлечения дополнительных денег в кассу. И за период, то есть это один раз промоутеры прошли, и за период в течение следующего месяца 7 клиентов стали постоянными клиентами, и плюс в кассу пришло в этот фитнес-клуб по 17 285 рублей. Классно? Классно. Всего было потрачено на всю акцию 3 тысячи рублей. Вот еще одна акция, это Ткани Мира магазин, и они делали тоже похожую акцию с промоутерами, делали листовки. На листовках был напечатан QR-код. Обратите внимание, тоже здесь выделила, то есть 20 клиентов по этому QR-коду оцифровалось, 10 стали постоянными покупателями, плюс 30 632 рубля в кассу принесла эта промо-акция. Вообще задача бизнеса дальше, после того, как мы оцифровываем клиентскую базу, держать потенциального клиента в информационном поле через регулярную push-рассылку, вовлекать его в бонусную систему и догревать до покупки. Рекомендации. От человека к человеку, от бизнеса к бизнесу. Вообще система рекомендаций выстраивается под двум направлениям. Когда я часто разговариваю с бизнесами, спрашиваю их, откуда к вам пришли клиенты. Всегда говорят, ну, по сарафану пришли. Но, как правило, ни один предприниматель не знает точную цифру, сколько человек к нему пришло по сарафану. Более того, большинство предпринимателей даже не вознаграждают своих лояльных рекомендателей за то, что они приводят к ним в бизнес большое количество людей. Первый вариант рекомендаций, когда приходит человек к человеку, это привычный сарафан. Мы все его знаем, это очень круто работает, но, как правило, он проходит стихийно. Когда ваши очень лояльные клиенты, они просто периодически рассказывают о вас своим друзьям, знакомым, бабушкам, мамам, сослуживцам и так далее. В общем, всем окружающим. Происходит это тогда, когда ваш клиент очень вас любит. То есть это вот такие адепты бренда, они вас везде, на каждом углу рекомендуют, рассказывают о том, как у вас круто, даже если вы не вознаграждаете их ни за что. Но, как правило, клиенты не очень часто, так скажем, рекомендуют, если где-то вот просто в интимном разговоре возникают вопросы. Где ты тренируешься или, а где ты купил это платье, или, а в какое кафе ты порекомендуешь сходить. Вообще, сарафан – это самый надежный канал, по которому приходят самые лояльные клиенты. Почему? Потому что они уже о вас знают все именно из уст своих друзей. Поставьте, пожалуйста, плюс, если ваши клиенты приходят по сарафану. Вообще, вы, конечно, можете ждать в море погоды и ждать, пока ваши клиенты сами будут инициировать, рассказывать о вас. Но на самом деле идеальный вариант, при котором вы можете стимулировать эту активность клиентов. Вообще, на сегодняшний день это очень хороший инструмент. И любые реферальные программы, такие как раздача бонусов, вознаграждения или подарки за каждого приведенного друга, они круто работают и создают новый, очень лояльный канал трафика, который не иссякает практически никогда. Каким образом контролировать этот процесс? Двигаемся дальше. Можно контролировать вручную. Как это происходит? Допустим, стоит менеджер, продавец, администратор на стойке и каждый раз он спрашивает, откуда вы о нас узнали. Заводят эти данные в какую-то табличку Excel, дальше вы вручную собираете эти данные, делаете конверсию в продажу и все это вручную подсчитываете. Какие плюсы? Плюсы то, что это действительно работали. Какие минусы? Минусы – высокий риск человеческого фактора. Менеджер, администратор, продавец регулярно может что-то забыть. Клиенты не всегда помнят, по какому каналу трафика они точно приходят, либо вообще забывают об этом сказать. Ну и те люди, которые активно вас рекомендуют, как правило, в какой-то момент, если они часто вас рекомендуют, они хотят на какое-то специальное, какое-то исключительное отношение к себе. У меня в моем бизнесе была такая история, я раньше работала в полях в своем фитнес-клубе, очень часто работала вместе с менеджером в паре, и мои клиенты меня знали. В лицо они были хорошо со мной знакомы. Все это закончилось ровно в момент, когда одна из моих лояльных клиентов подошла ко мне и сказала, Наташа, что же такое, я к вам в бизнес столько человек уже приняла, а в ней нет какой-то дополнительной скидки или какой-то дополнительной плюшки. На тот момент я была на самом деле удивлена, потому что мне казалось, что мы и так очень круто работаем, мы даем для наших клиентов максимально все хорошие комфортные условия, время нахождения в нашем клубе. Мы даем клиентам самых крутых тренеров, у нас хороший высокий уровень сервиса. Но при этом на тот момент у нас не была разработана реферальная система лояльности. То есть мы не вознаграждали наших клиентов за то, что они являлись нашими рекомендациями. В этот момент я подумала, что было бы здорово на самом деле каким-то образом оцифровывать эти рекомендации, и ничего лучшего я не придумала, как мы стали ввести эту табличку по рекомендациям и дарить бонусные баллы тем клиентам, от которых пришли к нам новые покупатели. Продолжалось все это недолго, потому что я как раз столкнулась с тем человеческим фактором, что что-то забывали, что-то перепутали, бумажки теряли регулярно. И приняла решение о том, что нам необходимо оцифровывать этот процесс на 100% и в идеале его автоматизировать. И вот в момент, когда я стала автоматизировать этот процесс, я была, честно говоря, во мне просто удивлена, я была шокирована. Потому что когда мы оцифровали процесс вот этих реферальных ссылок, процесс, когда клиент рекомендует клиента, и мы можем на 100% отследить в любой момент, когда к нам приходит человек по рекомендации, оказалось, что это Татьяна, моя клиентка, привела к нам в бизнес 27 человек. Только представьте. Сейчас на следующем слайде мы посмотрим результаты оцифровки. Вот, обратите внимание, один из бизнесов, есть один из клиентов, Анна Роля. За весь период участия в реферальной бонусной программе она привела в бизнес 45 клиентов. Поставьте цифру 10, если вы хотите видеть такие же цифры в своем бизнесе. Следующий один из клиентов, Татьяна Рязанова, привела в бизнес 10 клиентов. Как вы думаете, мне как предпринимателю жалко будет вознаграждать таких клиентов за то, что они приводят не просто ко мне клиентов, они реально поднимают просто кассу любого бизнеса. Глубина рекомендации – это тот инструмент, которым мы можем тоже управлять и до 100% можем видеть эту глубину рекомендации. Это тогда, когда Маша приводит Дашу, Дашу Свету, Света Олю, Оля там Костю и так далее. Когда вы настраиваете автоматическую систему рекомендаций, бонусную программу, когда рекомендатель ваш получает вознаграждение либо с первой покупки, либо получает каждый раз кэшбэр с суммы всех покупок своих друзей, которых он привел в бизнес, это становится новым источником трафика. Один из бизнесов, один из крутых кейсов – сеть ателье «Химчисток» в городе Казань. Посмотрите, обратите внимание, глубина рекомендаций в этом бизнесе, которая оцифрована на платформе бизнес на сегодняшний день составляет 17 уровней. И обратите внимание, на каждом из 17 уровней совершаются продажи. Естественно, это крутой инструмент, которым можно и нужно управлять. Рассказывайте об этом, когда вы составляете и придумываете и внедряете бонусную программу лояльности, систему реферальных ссылок вообще на всех каналах. Подключайте социальные сети, менеджеры, администраторы, любые ваши сотрудники, они должны рассказывать о том, что у вас существует бонусная программа и есть система вознаграждения за то, что клиенты приводят своих друзей, знакомых, сослуживцев, мам, бабушек, детей и так далее. Потому что люди, которые получают вознаграждение, они еще больше убеждаются в том, что они приняли правильное решение когда-то прийти в ваш бизнес, получать ваши услуги, получать ваши товары и быть вашим постоянным и преданным покупателем. Только представьте, как круто работает сарафан, который можно отследить и которым можно управлять. смотрите, если вы не знаете, как это сделать, как автоматизировать этот процесс, обязательно обратитесь к тому человеку, кто вас сегодня пригласил на этот вебинар и он с вами поделится этими инструментами, обязательно расскажет, как это делается. Второй вариант рекомендаций, который мы можем делать здесь, это кросс-маркетинг с партнерами, то есть рекомендации от бизнеса к бизнесу. Вообще кросс-маркетинг на сегодня это must-have современного бизнеса. И существует точно также два способа управлять и контролировать этим процессом. Ну, первое – это контроль вручную. Как это обычно происходит у многих бизнесов, и я часто с этим сталкиваюсь на самом деле. Мы договариваемся с кем-то из партнеров, придумываем сертификаты, придумываем акцию какую-то, выдаем, допустим, кафе с магазином, выдаем эти сертификаты в магазин, и дальше уже все остается, как правило, на усмотрение собственника этого магазина, либо на ответственность его сотрудников. Контролировать этот процесс достаточно сложно, особенно если нет инвертизации работы в какой-то компании. Клиенты точно также могут терять эти сертификаты, могут не доходить, могут просрачивать дедлайны, как правило, выдавать сертификаты в партнерских компаниях, но мало кто из компаний действительно отслеживает этот результат. Плюсы, опять же, здесь это работает, то есть если люди доходят к вам с этими купонами, сертификатами, карточками, какими-то специальными предложениями, да, окей, это работает. Минусы сложности действительно в отслеживании, и опять же, снова высокий риск человеческого фактора. Следующий вариант – это полуавтоматизированный процесс. Представьте, что у нас кафе, которое мы открыли, поставили платформу EDS, сделали QR-код, но, допустим, Маша по маникюру, с которой мы хотим запартнериться, а она на самом деле может быть очень крутым каналом трафика, она не стоит на платформе. Каким образом мы делаем? Мы распечатываем купоны, туда прикрепляем QR-код и отдаем Маше эти купоны с QR-кодом, чтобы она раздавала своим клиентам, которые приходят к ней на маникюр. Вообще, если вы не знали, скажу вам по секрету, сотрудничество с бьюти-мастерами – это одно из самых крутых сотрудничеств, потому что эти люди – парикмахеры, мастера по маникюру, массажисты – это люди, носители огромного количества информации о своих клиентах, более того, носители и обладатели большой клиентской базы. Если вы грамотно и правильно выстроите с ними договорные партнерские отношения, у вас будет постоянный хороший, очень крутой приток новых клиентов. Итак, каким образом происходит дальнейшая механика? То есть, допустим, Мария пришла к своему мастеру по маникюру Маше, у них так или иначе завязывается разговор, и Маша в конце процедуры дарит подарок, сертификат на посещение, допустим, кафе. Сразу же с QR-кодом. Вы, как потенциально заинтересованный покупатель, сканируете QR-код, дальше механика происходит точно так же, как на любой промоакции, которую мы с вами уже выше обсудили. Вы, получая бонусные баллы, оцифровываетесь в клиентской базе этого кафе и навсегда попадаете в его базу. Дальше уже задача кафе прогревать вас, рассказывать о новинках, акциях, рассказывать о том, какие мероприятия проходят в этом кафе, в общем, так или иначе, доводить вас до покупки. И, наконец, идеальный вариант – это автоматический и на 100% оцифрованный кросс-маркетинг. Каким образом он происходит? Компании выпускают сертификаты в одну и в другую сторону. Настройка сертификатов происходит в течение полутора, максимум, двух минут, и вы здесь можете делать абсолютно любое количество сертификатов на любую сумму, которую считаете необходимым. Вы можете ставить дедлайн по приходу по этим сертификатам к себе в бизнес, ну и, в общем, ставить еще какие-то дополнительные условия. Вот, посмотрите, профимастер Казань. Я сделала скрин административной панели этой компании, которая запустила кросс-маркетинговую компанию и получила и выдала 500 сертификатов. Обратите внимание на результаты. Мы можем на 100% оцифровать результаты этой кросс-маркетинговой компании, и для этого вам не нужно садиться и вручную подсчитать. То есть было выдано 500 сертификатов, по которым пришли 60 человек, и дополнительных продаж в этом бизнесе случилось на 22 982 рубля. Да, Пулат, это твой профмастер. Точно, это очень крутые кейсы. Самое главное, самое важное, что нужно понять, что результаты любой акции, любой кросс-маркетинговой компании необходимо отцифровывают. Потому что, как правило, это происходит на уровне догадок. Ну, там пришли к нам из какой-то компании. Возможно, да, возможно, нет. И результативность любой кросс-маркетинговой компании практически невозможно никогда просчитать. Механика взаимодействия 100% оцифрованного кросс-маркетинговой акции будет выглядеть каким образом. Допустим, фитнес-клуб Мама Хаус выпускает сертификаты на сумму полторы тысячи рублей для компании Оскона. Это компания, которая находится в одном городе и ставит минимальный порог для клиента покупку на сумму 5000 рублей. Клиент, который приходит в компанию Оскона и приобретает какой-то товар на сумму 5000 рублей, автоматически на свой мобильный телефон получает сертификат на первую покупку в фитнес-клубе Мама Хаус. Все это происходит абсолютно автоматизированно. Клиент у себя на мобильном телефоне видит дедлайн этого сертификата, он видит сумму, которую он может потратить в этом клубе, он видит, что нужно сделать, какие товары и услуги он может приобрести в этой компании. Если ему это интересно, он нажимает на кнопочку, попадает в CRM-систему и становится потенциальным клиентом этой компании. Дальше задача фитнес-клуба, соответственно, с ним работать, его догревать. Так клиент, приобретая услугу на какую-то определенную сумму или товар на определенную сумму, получает бонус и еще подарки от партнеров. Причем для первой компании это абсолютно бесплатно. Напишите, пожалуйста, я, кто хочет получать подарки от компаний в свой бизнес, не тратить при этом ни копеечки и получать еще приток новых клиентов, которые сразу же оцифровываются в CRM-систем. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Вообще, для постоянного потока целевых клиентов необходимо оцифровывать большое количество вариантов трафика и оцифровывать каждый из этих каналов трафика. Какие еще бывают каналы? Ну, естественно, мы здесь не списываем счетов в социальные сети, ТВК, Инстаграм, Фейсбук. Сейчас активно развиваются футхаус, Тикток и любые социальные сети, в которых вы работаете. Каждый из этих каналов точно также можно оцифровывать и смотреть, является ли он каналом привлечения вашего трафика, ваших клиентов или нет. Далее поисковая система платной рекламы. Здесь мы работаем с платной рекламой в Гугле или в Яндексе. Далее агрегаторы, WGIS, локальные отраслевые онлайн-каталоги. Очень хороший канал трафика, который тоже регулярно приводит к вам клиентов. Главное, правильно оцифровывать через систему реферальных ссылок. Ну и, конечно же, рекомендательные ссылки партнеров, друзей, коллег. Но представьте только, что вы задумались о том, чтобы, например, посетить какое-то кафе в своем городе. Вы видите перед собой рекламу, красивые картинки, какие-то призывы. Но при этом, прежде чем пойти в это кафе, вы, скорее всего, еще спросите рекомендацию у кого-то из своих друзей. По какой рекомендации, по какому каналу трафика будет принято конечное решение? Естественно, по рекомендации, потому что это самый теплый, самый горячий контакт. Итак, что нам нужно понимать? Что самый действенный способ получения теплых клиентов – это рекомендации и только рекомендации. Хотите узнавать чуть больше, подписывайтесь на мой инстаграм. Сделаю небольшой анонс на завтра. Завтра у нас с вами в это же время в 12 часов с полезным и достаточно емким вебинаром у нас выступит Булат Шайховин. И он будет рассказывать о том, как эффективно общаться с клиентской базой, чтобы увеличивать продажи. А также расскажет о том, какие сервисы, коммуникации вообще есть на сегодня для любого малого бизнеса. Друзья, у меня для вас все. Я уложилась, как и обещала, ровно в 30 минут. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, я готова ответить на них. Я пока просмотрю, выключу запись и просмотрю ваши вопросы.